Привет всем, кто заглянул сегодня на мой канал. Я в этом видео буду рассказывать про самые свои любимые продукты декоративной и уходовой косметики и про то, чем я больше всего пользовалась в последнем месяце. Самое первое это парфюм, это Viva La Juicy. Оставлю обязательно ссылку на место, где я его заказывала внизу. Viva La Juicy от Juicy Couture. Это, я бы сказала, самый блогерский, бьюти-блогерский аромат, потому что давным-давно, когда у меня не было своего канала, я смотрела американских девочек, и у каждой второй вот этот аромат, один из самых любимых, вот он реально пахнет бьюти-блогом. Причем сейчас я знаю, что у Нафи, он в фаворитах, и когда мы с ней виделись, она приезжала в Москву, на ней тоже был этот же парфюм, и я его узнала, и этот же парфюм у Эстонианочки, моей любимой. В общем, понюхайте обязательно в магазине, это реально запах бьюти-блога. Он сладенький, он веселый, он легкий, он непринужденный, он счастливый. То есть это, в принципе, все, что воплощает, наверное, какой-то стиль жизни определенный, такой вот, ну не знаю, такой позитивный, классный, наверное, к чему все стремятся. Вот очень он мне нравится, он не очень яркий и не очень резкий, то есть он не будет пахнуть на всю улицу, его будут чувствовать только ближайшие, сидящие с вами люди. Но у него такая хорошая стойкость, на мой взгляд, и он вкусненький, на самом деле. Если вы не любите очень сладкие запахи, то это не для вас, но если любите, то вам может понравиться. Декоративных средств у меня сегодня будет немного, и дальше от Catrice карандашик для губ, который мне очень понравился. Он называется Чокоголик, и у него такой вот нюдовый оттенок. Я очень его люблю, сейчас добавлю его немножко по прозрачному блеску, чтобы вы поняли, что он не вот такой же яркий на губах. Он очень действительно шоколадный, очень нейтральный и такой вот повседневный, натуральный, просто выделяет наши губы и не выглядит слишком сверхъестественно. То есть он такой коричневатый прямо, очень-очень приятный, прям очень рада, что я его купила и держится хорошо. В общем-то, наверное, буду еще пробовать от Catrice эти лайнеры, и оттенок у него 0,10, так же, как и у нюдовой помады, который у меня есть из этой же марки, очень хорошо к ней подходит. В общем, если вы ищете нюдовый, прям, ну не очень светлый, он действительно не очень светлый, у него средний тон. Если вы такой карандаш как раз ищете, то вот хороший вариант. Дальше гель для бровей, воск, точнее, для бровей от Lumine. Он в одном единственном оттенке у них идет, и просто вы причесываете им так вот свои бровки, фиксируете, и он их окрашивает. Оттенок вот такой вот болотный, коричневый, такой серо-коричневый, в общем, такой какой-то средний оттенок, и он подойдет и для таких, как я, шатенок, брусых, каких-то таких каштановых волос, для темных брюнеток, ну и, наверное, для темных блондинок, не совсем прям белых таких. В общем, он универсальный, наверное, только для самых светлых белых и совсем черных волос он не подойдет, ну и, может быть, для рыженьких. А для всех более таких вот средних оттенков он подходит. Кстати, я сейчас только заметила, что на нем написано, что оттенок Soft Brown, но на сайте я посмотрела специально оттенок там один. В общем, не знаю, в общем, это моделирующий воск. В чем мое открытие? Конечно, я всегда знала, что есть такие штуки, и никогда не решалась, потому что у меня на самом деле просто три волосина в моих бровях, все, что вы видите, это заполнено в основном средствами. А он именно покрывает ваши волоски цветом, то есть если у вас очень светлые брови, но они густые, то эта вещь вам подойдет шикарно. Если нет, то я сомневалась, для моих тонких, как бы редких волосков подойдет или нет. На самом деле не поверите, но да. Но придется сделать несколько слоев, то есть тонкий слой подождать, тонкий слой, может быть, даже три, когда вот у меня вот этой части почти нет, то придется, наверное, три слоя сделать, может быть, поправить ватной палочкой придется, но конечный результат просто натурален до неприличия. Это самый натуральный способ заполнить брови, и если у вас нет проблем с тем, что супер редкие, как у меня волоски, а просто хотелось бы больше насыщенности, формы, чтобы они зафиксированы были на месте, то вот это классная вещь. Прям я не ожидала, что даже для меня это подойдет, но оказывается, да. Особенно хорошо, если чуть-чуть заполнить хвостик и уже тогда прорисовать. Еще из декоративного. Это омбре, который, по-моему, иллюзор омбре, называются тени, но я не уверена на самом деле. Это те самые кремовые, которые с текстурой мусса такого упругого. От Chanel оттенок 85 Mirifig. Вот, наверное, может оказаться видно. В общем-то, оттенок такой асфальтный. Это очень красивый, сияющий, мокрый асфальт, черно-серый, с блестками. И блестки вроде бы металлические такие, стального цвета, но на глазах кажется, что они вроде бы даже и всеми цветами переливаются. В общем-то, очень-очень много блесток. Фактически текстура сама такая состоит полностью из блесток. И на глазах как тени для смоки ас или просто там как-то при любых эффектах они смотрятся интересно, но особенно классно как подводка. Тоненькая подводка с блестками. Это интересный способ разнообразить свой макияж, сделать какую-то такую... добавить изюминку, сделать такой акцент. И это взрослый способ носить блестки. Даже для взрослых девушек, которые в своем уме даже днем можно использовать такое средство. Вот и спасибо девочкам, которые мне посоветовали как подводку, а не как тени используют. Безумно люблю. И вот очень много использовала. Я даже не знаю, есть ли вообще кто-то еще, кто-то так много их использует. Это прям вот у меня руки сами тянутся. Хотя у меня несколько месяцев эта штука лежала дома, и я на нее не обращала внимания какое-то время. Потом открыла как подводку для себя, и она мне не переносится на века, то есть не отпечатывается, поэтому даже хорошо носится. И терпимо смывается. В общем, классная вещь. И если вдруг кто-то знает, какое средство в масс-маркете подобное, не текстурой, а именно вот этим вот оттенком и блесточками, наличием блесток, у кого еще, кроме Шанель и там других дорогих брендов. Если есть из дешевых брендов каких-то подобных средств, то, пожалуйста, напишите. Это просто бомба. Дальше. Мне очень нравятся от Костал Сенс пигменты рассыпчатые. Они хорошего качества, и такие вот пробники большого размера, которых вам надолго хватит. Вот этого, например, хватит, наверное, чтобы всему человеку окраситься в аватара. Всего 2 доллара за пакетик. Ну, конечно, неудобная форма выпуска, честно скажу. Но обязательно я сделаю отдельное видео про Костал Сенс и мои последние заказы. У них есть и вот такие вот почти белые с сиянием фиолетовым или зеленым. Только плохо, конечно, что на сайте у них нет хороших слочей, где было бы понятно, какой вообще у вас будет цвет. Приходится искать слочи в интернете. Но к самому продукту совершенно нет претензий. Дальше. Отдельное видео есть, тестируем люкс, часть 1 у меня на эту вещь. Это матирующий крем от Пайо. Поэтому не буду сильно заострять свое внимание. Просто люблю за то, что он снижает выработку кожного сала, приятно пахнет. Ну и вообще никаких претензий к нему нет. Просто классный действительно крем. Хоть и дорогой, конечно, но он стоит своих денег. И он действительно эффективный продукт для долгосрочного вот такого мотирования кожи и продления стойкости макияжа. Дальше тоже будет отдельное видео вот на такую марку LV. Это финская марка, которая гипоаллергенная и без ароматизаторов и красителей. И два средства у меня нравятся отсюда. Это дезодорант за то, что у него нет запаха совсем. Вообще никакого. Работу свою выполняют, как и другие дезодоранты масс-маркета на нашем с вами рынке. Но, конечно, оставляет следы, но слабые. Слабее, чем многие другие дезодоранты. Ниже среднего. И совсем без запаха. За это люблю. И такой же крем тоже без отдушек и так далее. Крем 24 часа. Вообще, по идее, увлажнение для лица. Но он супер универсальный. Он дает такую защитную пленочку на коже. Увлажняет действительно надолго. И удерживает именно влагу в коже. И мне нравится, что я его использую на лицо, руки, тело, ноги. То есть, вот я его беру обязательно с собой в поездку на отдых. И он у меня будет кремом для всего, кроме защиты от солнца. Также очень-очень классный вот такой вот от Natura House крем. Календула и лаванда. Он, по идее, смягчающий, как здесь написано. 75 миллилитров. Это такая органическая марка. Здесь 97,4% органических веществ. Что очень, конечно, радует. И приятно. Здесь и масло жужуа, и так далее. В общем, хороший состав. Приятный запах. Я, конечно, ожидала, чтобы побольше лаванды. Но, тем не менее, таким вот нормальный, цепимый запах. Такой вот похож на крем Невея плюс лаванда и календула. Почему я его люблю? Он очень хорошо защищает руки и длительно увлажняет. То есть он, действительно, еще больше, чем предыдущий, и создает защитную пленку на руках. И если вы, как и я, 5 миллионов раз моете руки в день, то вы знаете, что кожа от этого пересушивается. И постоянно хочется наносить и наносить какие-то кремы. Вот эта вещь, по крайней мере, надолго. Особенно для тех, у кого какая-то работа связана с постоянным мытьем рук. Увлажняет и питает кожу. И за что я очень его люблю. И очень мне нравится то, что он небольшого размера, компактный, такой в сумке хорошо помещается. В общем-то, реально понравился. Этот крем мне прислали на тестирование. И почему-то еще вместе с ним мне прислали еще и постилки для горла. Это называется исла в разных вкусовых видах. В общем-то, это постилки, которые защищают слизистые оболочки верхних дыхательных путей, как здесь написано. Увлажняют, защищают от воздействия внешних факторов. Фактически, это постилка, которая выглядит вот таким вот образом. То есть, у нее такая закругленная форма блюдца такого, и она приклеивается. Она липкая и эластичная. Вот даже вот так я сейчас могу ее согнуть. Она приклеивается к небу и не мешает вам разговаривать. И когда вы ее рассасываете, то у вас как бы оволакиваются верхние дыхательные пути и их слизистые. Это именно такой вот компонент, который, можно сказать, что практически биодобавка. Как здесь написано, что для улучшения функционального состояния органов дыхания и как бы повышения иммунитета за счет того, что у вас как бы смазываются ваши слизистые дыхательных путей, то сложнее микробам попадать внутрь. И, соответственно, также они хороши для горла. У них там на сайте я видела много разных картинок и рассказов про то, что это хорошо не только для иммунитета, но и для горла. И вот, допустим, я очень часто болтаю с камерой, да, сижу по поводу своего любимого хобби, просто разговариваю без остановки, и вот с этой штукой мне намного легче по этому поводу. Я не знаю, нужно ли вот это вот всем. Вот, сейчас у меня прилипло, собственно, к небу, сейчас я буду с ней разговаривать. Но тем, кто много говорит, и тем, у кого проблемы с дыхательными путями, тем, у кого может быть очень важен голос, кому нужно его сохранить, у кого проблемы с иммунитетом, я думаю, что это можно попробовать. Изначально я была очень скептически настроена к этим постилкам, подумала, что за леденцы, но, на самом деле, когда я попробовала, я поняла, что вещь не такая плохая, и на самом деле не так это все глупо. Даже вот, кстати, вот этот вот с экстрактом черной смородины, Cassis, здесь написано, один классический, ну, у него такой нейтральный вкус, и у предыдущего, конечно, смородиновый вкус, и вот у этого мятный, но мятный мне не очень понравился, с перечной мятой, он больше такой, как двойное, наверное, действие, еще и как для больного горла. Но, в основном, я вот с удовольствием их поедаю, именно вот классическую и смородиновую. В общем, такой вот интересный бат, такие пластинки, которые приклеиваются к небу и рассасываются, никогда раньше не видела ничего подобного, поэтому, на самом деле, любопытно было. Ну, по крайней мере, они приятные на вкус, что мне тоже понравилось. Ну, и какие-то экстракты, например, смородины у них есть, что тоже полезно. В общем-то, вот такие вот мои фавориты, и спасибо вам большое за просмотр. В общем-то, если вам интересно, где я нахожусь, и вы еще не читали того, что в описании видео, то знайте, что я сейчас отдыхаю в Таиланде у своих друзей, и оттуда будут видео. Сейчас я не могу отвечать на ваши вопросы, на ваши комментарии, и, скорее всего, поэтому комментарии под видео будут закрыты в ближайших видео. 13-го числа я возвращаюсь и буду снова с вами. Всем спасибо, и всем пока. Хорошо оставаться вам, и хорошей вам погоды, хорошего лета. Спасибо. Спасибо.